Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях среды. 13 марта вам расскажут мои коллеги и я, Инга Агабеши. Без суда и следствия. Неразивый застройщик по настоянию мэра Сочи приступил к демонтажу незаконного объекта. Зоозащитники против горожан, но за свору собак. Сочи сообща разрешают спор вокруг ситуации с бездомными собаками. Лидеры России заняли места сочинских учителей. Сегодня на курорте начался финал конкурса управленцев. Самые перспективные участники поделили с сочинской молодежью опытом, как добиться успеха в жизни и профессии. Декады дорожной безопасности детей. Полицейские учат сочинских школьников правильно переходить дорогу, избегать ловушек на проезжей части. А еще тестируют их на знания ПДД. Сегодня глава города Сочи Анатолий Пахомов вновь доказал на конкретном примере, что эпоха незаконного строительства на курорте окончательно завершилась. Он потребовал в кратчайшие сроки снести очередной самовольный торговый объект, который должен был появиться на Мамайском перевале рядом с федеральной трассой. Тем самым создал бы массу проблем водителям и пассажирам. Нерадивого застройщика вызвали в кабинет мэра. Этот перекресток перед поворотом на Сергейполе впервые попал в объективы телекамер в 2017 году. Тогда администрация города судилась с хозяином пекарни, которая стояла вплотную к дороге и создавала огромную пробку на подъеме с Мамайского перевала по направлению к Дагомысу. Трассу расширили, ларек убрали, движение стало свободным. По просьбе главы города и в интересах местных жителей, владелец объекта, кстати, имеющий все разрешительные документы, тогда пошел навстречу властям. Однако других предпринимателей эта ситуация ничему не научила. И они решили возвести похожий объект на противоположной стороне дороги. Эти господа решили по беспределу построить напротив новый магазин, который опять же приведет к огромной пробке, потому что там будут, ну, по понятной причине, машины останавливаться, там же нет ни заездов, ни проездов, ничего. И здесь это вызвало огромный резонанс. Огромный резонанс. То, что его снесут, то, что будет уголовное дело там, то, что этим займется генеральная прокуратура, я в этом не сомневаюсь, потому что это вызов он делает не мне, это он уже вызов делает той же генеральной прокуратуре. Мы свое дело делаем, и наша задача подать суд вовремя. Иск о сносе постройки администрация гордо направила 7 марта. Дожидаться решения суда, который, скорее всего, станет на сторону мэрии и наложит на нерадивого застройщика суровые обеспечительные меры, вплоть до ареста имущества, не стоит, советует мэр. В целях экономии времени, денежных средств и, самое главное, чтобы не подливать масла в огонь общественных волнений, можно начать демонтаж объекта уже сейчас. Застройщик не возражает. Школьник в пятом классе, который думает, что вы прекрасно понимали, что это нарушение. Вы готовы убирать? Да, уберу. Буквально через 15 минут после завершения встречи строительные леса вокруг незаконного объекта стали разбирать. Глава города попросил застройщика произвести демонтаж до конца недели. Елена Овсецина, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Вокруг ситуации с бездомными собаками разгорается спор. Спор между сочинскими зоозащитниками и жителями микрорайона КСМ. По мнению последних, слишком много четвероногих развелось на улицах, и они представляют опасность для людей, особенно детей. В свою очередь, зоозащитники требуют исполнения нового федерального закона об ответственном обращении с животными. Совместное решение искали на рабочей встрече власти города с зоозащитниками и органами ТОС. Эта жительница микрорайона КСМ требует не снимать ее на камеру, но при этом признается каждый день, специально готовит и подкармливает бездомных животных прямо у входа в здание местного ТОСа. А вместе с тем, именно такие сердобольные жители, подкладывая еду, способствуют размножению бездомных кошек и собак в городе, говорят соседи. Здесь люди есть, которые, так называемые защитники животных, которые помои достают и раскладывают их здесь, вдоль всех домов. Все своры, которые бегают, они только бегают из-за того, что им здесь нравится, из-за того, что их здесь подкармливают. А подкармливают, я не знаю, есть и жители, а есть, которые специально приезжают, привозят вот эти вот казины с помоями и поддерживают вот это вот все. Сергей Пискарев эмоционально спорит с зоозащитниками на встрече. По его словам, возле многоквартирных домов живут своры собак, которые представляют угрозу для окружающих. Вот эти собаки, которые здесь живут, это малая часть, которая находится сейчас. Всю ночь эта свора, как видите, 20-я школа, детский сад, дорога между домами. Вся эта свора постоянно, всю ночь гавкает, кидается на детей. Местный житель потребовал от властей и зоозащитников оградить его и соседей от бродячих собак. Однако на сегодняшний день сделать это законным способом сложно. Вышел новый федеральный закон о бережном отношении к животным, полностью исключающий жестокое к ним обращение. Сложно сегодня регулировать эту численность, не имея нормативно-правых актов федерального и краевого уровня. Причем по информации, которая у нас имеется, краевые законодательства в апреле месяце должны уже откорректировать, принять новое законодательство, которое, безусловно, позволит нам более успешно решать эти проблемные вопросы. Представители администрации Сочи работают в тесном взаимодействии с краевыми законодателями. А пока они вместе с зоозащитниками и общественностью предлагают сочинцам подключиться к решению вопроса с бездомными животными. В частности, стерилизовать своих домашних питомцев, исключая нежелательное потомство. Зоозащитники утверждают чаще всего, что сегодняшние щенки на улицах – это вчерашний выводок от домашней собаки. На сегодня, да, и выход есть, и очень замечена работа вообще. То есть, у нас стало порядка меньше щенков. Если раньше это были 10 коробок на помойку за месяц, то теперь это порядка 1-2 коробок. То есть, работа все равно идет, и она видна. Виктория Мыльникова пообещала помочь жителями краю на Кассеем в решении вопроса с бездомными собаками. В прошлом году ее предприятие выиграло муниципальный контракт на отлов, стерилизацию и чипирование бездомных животных. За полгода было обработано полторы тысячи особей. Эта работа будет продолжена и в нынешнем году. Мы взяли телефон, и мы будем над этим работать. На самом деле, у нас есть программа. Мы уже готовы, и мы уже помогаем, и уже многое сделано. Просто не так быстро, как все этого хотят. По поручению главы города Сочи, Анатолий Пахомов, подобные рабочие встречи с руководителями органов ТОС, общественностью и жителями, которые с опаской смотрят на бездомных собак, запланированы и в других микрорайонах города. Сейчас в мэрии готовится специальная памятка, в которой прописано, как правильно вести себя с агрессивными собаками, животными, сбившимися в стаю. Куда обращаться в подобных случаях? В Сочи продолжают принимать звонки по номеру 2-64-29-65. Фото агрессивных животных и информацию также можно направлять на адрес электронной почты, которую вы видите на экране. Это поможет специалистам отследить миграцию стаи и выявить проблем на места, где в первую очередь необходимо навести порядок. В этой работе будут учитываться интересы и жителей, и зоозащитников. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Сообщаем, что телеканал «ФКТ» появился в пакетах программ «Билайн ТВ». Ежедневные новости, информационные и развлекательные программы о жизни Сочи и Краснодарского края сочинцы и гости города смогут смотреть на 76-й кнопке. Если канал автоматически не отобразился на этой кнопке, просто перезагрузите свою приставку. А теперь к другим новостям. В Сочи сегодня начался финал второго конкурса управленцев «Лидеры России». На курорт приехали 300 самых перспективных участников из всех федеральных округов. Некоторые регионы представляют сразу несколько человек. Сегодня в программе «Социальный день» начался он в 8 утра со школьным звонком к первому уроку. В шести сочинских учебных заведениях этой школы и гимназии место учителей заняли лидеры России. Они рассказали о себе, своей карьере, успехах и, конечно, поделились опытом, как добиться успеха в жизни и профессии. У меня есть опыт преподавания, то есть это и ораторское искусство, и умение, и знание, и опыт в области преподавания перед ребятами. Поэтому я чувствовал себя в своей тарелке. Ребята классные. Это самая драйвовая часть этого конкурса. Если честно, мы все очень переживали перед детьми выступать очень ответственно. Мы ежедневно, мы все уже работаем, давно управляем, очень перед многими аудиториями, большими, даже тысячными выступаем. Но перед этой аудиторией это самое взыскательное. Мне очень понравилось. Понравился ли урок такого формата сочинским школьникам и лидеры России в роли учителей, пока не ясно. Сегодня школьники заполнили анкеты и выставили оценки, какие станет известно уже при подведении общих итогов. 17 марта будут названы имена победителей. Завтра же после церемонии открытия начнутся мастер-классы, панельные дискуссии. В них примут участие топ-менеджеры крупнейших компаний, губернаторы. А в пятницу в Сочи приедут наставники, те, кто будет оценивать конкурсантов. Как и в прошлом году, это самые известные управленцы. Такие, как, например, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Сочи полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков. Правоохранители совместно с коллегами из ФСБ задержали двоих 31-летних приезжих из Томской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе осмотра транспортного средства силовики обнаружили наркотические средства различного происхождения. Также установлено, что в съемной квартире мужчины организовали работу нарколаборатории, где изготавливали запрещенные вещества с целью дальнейших реализаций на территории города-курорта. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые взятые под стражу. Ведется следствие. В ходе обыска в помещении правоохранители обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, а проведенные исследования подтвердили, что изъятыми веществами оказались соль, мифедром и гашиш общей массой свыше килограмма. Проект Краснодарского наземного метро обсудили в Москве. Губернатор Крайвиня Минкондрате встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Кубанской столице, в которой проживают больше миллиона человек, необходим новый вид общественного транспорта. Ведь в часы пик заторы на дорогах города иногда достигают 9 баллов. Также составы электричек помогут связать пригород и соседние районы с центром Краснодара. По мнению главы региона, проект станет одним из ключевых в развитии транспортной инфраструктуры города. Губернатор обратился к Олегу Белозерову с просьбой создать рабочую группу при поддержке федеральной компании. Для нас принципиально важно сегодня при вашей поддержке решить вопрос, стратегически важный для развития Краснодара. Его транспортной составляющей, транспортной логистики – это возможность создания наземного метро. Возможность появилась, потому что, опять-таки, при вашей поддержке реализован проект объезд железнодорожного транспортного узла Краснодара. И те сегодня возможности, которые нам предоставляет существующая железнодорожная транспортная инфраструктура, может позволить нам кастеризовать проект транспортного метро. Потому что, на самом деле, он значим сегодня для Краснодара. Электрички свяжут и прилегающие районы к краевому центру, и микрорайоны самого Краснодара между собой и с центром Краснодара, что по себе и создаст такой каркас железнодорожного транспорта, тех самых электричек, которые позволят нам сегодня отчасти расшить проблему транспортную. Поэтому есть, возможно, под вашим контролем составить рабочую группу, которая поэтапно подойдет к реализации данного проекта. Полностью поддерживаю возможность создания такой группы, совместной рабочей. Думаю, что мы в рамках работы этой группы обсудим и возможность расшивки внутри Краснодара. И, как вы сказали, посмотрим, как может быть улучшить ситуацию с пригородным движением в целом, где мы могли бы найти наиболее оптимальные варианты по ускорению движения. Планируется, что наземные ветки пустят по существующим железнодорожным путям, а также рассматривается и возможность строительства новых. Известно, что проект будут реализовывать в несколько этапов. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 14 марта в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 11, 13 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив Агропрома. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. О развитии малого бизнеса и инновациях в сельском хозяйстве. Сегодня говорят в Тихорецком районе. Муниципалитет посетил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев побывал в поселке Малороссийском, станице Архангельской и Тихорецкие. Главе региона показали фабрику, на которой расписывают изделия из керамики и стекла. Небольшое кубанское предприятие поставляет свою продукцию в магазины сразу шести крупных городов России. Мы развиваемся. И кто бы что ни говорил. Вот такая красота, которая сегодня на этих полках. Вчера она еще была полностью либо турецкая, либо с той же самой Чехией. И никакого отношения вообще не имела к нашему региону. Да, в целом к России. А сегодня мы красоту создаем здесь, в Тихорецком районе. Это реальный шаг к тому, чтобы на самом деле мы развивали собственные производства. Я думаю, что здесь вопрос времени. И совсем немного пройдет. Я думаю, мы сможем сегодня такое же производство, которое есть в Чехии. Откуда вы сегодня берете болванки, создаем здесь. Также губернатор посетил сельскохозяйственное предприятие, занимающееся растениеводством и детскую художественную школу. Согласно стратегии развития Кубани, Тихорецк должен стать одним из флагманов восточноэкономической зоны по привлечению инвестиций и производительности труда. Об этом говорили уже на встрече главы региона с жителями района. Как приготовить вкусный завтрак для четверых детей и успешно развивать свой бизнес? Это точно знают семьи Фроловых и Давыдовых из Краснодара. Несколько лет назад они получили 90 тысяч на развитие своих небольших компаний. Успешно вложили деньги и теперь снова думают о расширении. Сегодня о многодетной семье навестила вице-губернатора Анна Менькова. А замглава региона посмотрела, как живут ребята, их родители, а также чем увлекается подрастающее поколение. Екатерина Фролова – мама со стажем. Старший сын уже постигает науки в аграрном университете, а вот младший только готовится пойти в ясли и учится говорить. Всего у женщины четыре мальчика и воспитывает она их одна. Конечно, на помощь ей всегда готова прийти бабушка, да и сама Екатерина на месте не сидит, занимается бизнесом. Женщина – организатор праздников, а еще преподает в университете. Удивительно, но и время на себя находит. Главное, что сыновья дают маме почувствовать себя красивой и молодой. Так как я девочка, я им об этом все время напоминаю, я говорю, я же девочка, мне нужна же помощь, я же девочка, я же должна делать легкую работу, а вы мне помогаете. То есть здесь я себя позиционирую именно как девочка, ну понятно, что я мама. Для братьев мама – настоящая супергероиня. Мальчики каждый день удивляются, как ей удается все успевать. Мама, она гиперактивная, потому что успевать все, это и быть преподавателем, и праздники проводить, и, конечно же, воспитать нас – это очень тяжелая работа, и за это я ее отдаю. Активность и стойкость Екатерины отметила и Анна Менькова. Куратор соцблока «Края» познакомилась с семьей Фроловых. За чаем они обсудили текущие дела и бизнес многодетной предпринимательницы. Я хотела узнать, как вы живете. Вы, так сказать, семья у нас в некотором смысле подопечная. Вы знаете, что сегодня ряд государственных программ новых запущено. Вот я хочу понять, насколько вы на себе почувствовали, что эти программы появились, и как они работают, насколько вам комфортно, и какие на сегодняшний день есть проблемы, вот ощутимые для вашей семьи. Я в прошлом году от соцзащиты получила соцконтракт, как предприниматель, на покупку обладывания. А почему вы именно по социальному контракту выбрали эту сферу деятельности? Потому что у меня открыто ЭП как предпринимателя. Я веду праздники, вырасти от себя достойную смену. Мы у нас сегодня примеры для многих в том смысле, что вы знаете, как в существующих условиях не просто выжить, а как еще и себе, и своей семье доказать, что если ты работоспособен, если тебя что-то в жизни увлекает, то в принципе все можно. С государственной поддержкой тем более. С государственной поддержкой тем более. Я рада, что у вас это получилось. Семью Давыдовых слышно издалека. Шесть детей, мама и папа. Ребята увлекаются музыкой и спортом. Благо, развернутся есть где – собственный дом и двор. Они окружены вниманием и заботой. Родители души не чают в дочках и сыновьях, уделяют им все свободное время. Отец – истинный глава семьи, добытчик, работает и зарабатывает. А мама – хранительница домашнего очага. Мама вкусно готовит. Она с нами смотрит мультфильмы. И с нами играет в футбол. Давыдовы, как и Фроловы, получили соцподдержку и потратили деньги на развитие собственного дела – клининговой компании. Анна Менькова интересуется, как семья справляется и все ли у них получается. У нас клининговая компания была тогда своей. У нас, в принципе, пылесосы были какие-то, еще что-то такое. Но мы не тянули химчистку. Диваны, ковры, матрасы – вот это вот все мы не могли делать. Когда мы узнали, конечно, мы пошли, договорились и взяли химчистку себе, взяли хороший парогенератор. Вот до сих пор пользуемся, слава Богу, и отлично, все хорошо. Вы в семье боец, не просто папа, но еще и занимаетесь сегодня бизнесом. Насколько успешно? А, ну вот как вы считаете? Ну, хватает. Нормально, слава Богу, хватает. Очень рада с вами познакомиться. Спасибо вам. Спасибо вам. В прошлом году такую поддержку от региона получили более ста семей. Из бюджета на это выделили около 10 миллионов рублей. В основном, многодетные родители потратили деньги на развитие личного подсобного хозяйства и своего бизнеса. Четыре семьи получили дополнительное профессиональное образование. Маргарита Витясян, Алина Сорокина, Артур Завады, Михаил Власенко. Кубань-24, Краснодар. Железнодорожные станции в Сочи оборудуют умной системой информирования. Всего в этом году РЖД планирует оборудовать автоматической системой информирования пассажиров 16 вокзалов в различных городах страны. Семь станций из этого числа приходятся на Сочи. Это вокзалы Адлер, Хоста, аэропорт Сочи, Розахутор, Олимпийский парк, Истасадок и Сочи. Умная система информирования – это один из ключевых IT-проектов российских железнодорожных вокзалов, которая работает полностью автоматически и исключает фактор человеческой ошибки. Получая информацию о движении поездов, система напрямую выводит ее на табло вокзала, а также автоматически запускает голосовые объявления по громкой связи. В настоящее время автоматическая система информирования уже функционирует на 52 вокзальных комплексах. До внедрения программы о прибывающих поездах и номерах платформ объявляли дикторы вокзалов, которые сами же выводили данные на табло. Отныне же диктор будет объявлять только оперативную информацию об экстренных изменениях в графике движения, сообщает пресс-служба РЖД. Декада дорожной безопасности детей проходит в Сочи. В рамках профилактической акции сотрудники госавтоинспекции совместно со специалистами управления образования проверили знания детей по безопасности дорожного движения. Во время занятия полицейские рассказали школьникам, какие существуют правила дорожного движения, какие ловушки могут их подстерегать на проезжей части и что необходимо делать, чтобы в них не попасть. Инспекторы ГИБДД рассказали и показали ребятам, каким образом можно обезопасить себя, чтобы стать заметнее на проезжей части в темное время суток, продемонстрировав яркие светоотражающие элементы, которые необходимо носить на верхней одежде и рюкзаках. Представители же общественного совета при УВД Сочи проинформировали об ответственности, которую дети несут в случае нарушения ими законодательства, в том числе и правил дорожного движения. В конце занятия полицейские проверили, знают ли дети свой безопасный маршрут и в интерактивной форме разобрали, какие проблемы и опасности могут возникнуть в пути. ГИБДД города Сочи напоминает родителям, что дети копируют их поведение, поэтому учить их соблюдать правила дорожного движения нужно своим примером. И переходить проезжую часть только в местах для этого предназначенных, убедившись, что все машины остановились и переход улицы совершенно безопасен. В Сочи продолжается Южно-театральный форум «Российский театр. 21 век. Новый взгляд». Форум открылся в воскресенье шествием уличных артистов. Они подготовили для сочинцев и гостей курорта уникальную программу «Уличный театр. Городу». Продолжился форум на сцене Зимнего театра. Там руководители органов культуры и театров из регионов, входящих в Южный федеральный округ, обсуждали проект нового закона о культуре и стратегию развития театрального дела до 2030 года. Также в рамках форума работают мастерские актеров драматических музыкальных театров и актеров театров «Кукол». Проходят семинары по сценической речи, движению, танцу. Сегодня, например, мастер-класс по актерскому мастерству провел Сергей Федотов, заслуженный артист России и художественный руководитель Пермского театра «Умаста». Его тренинг – это практическое воплощение системы Михаила Чехова. Метод направлен на развитие психофизики актера, его способности работать с внутренней энергией. Не все имеют возможности приехать в Москву, поэтому здесь у нас три группы, по 30 человек. Это тесты на излучение энергии. Потому что Таниславский говорил, что актер должен излучать лучи спускания. Михаил Чехов тоже говорил, актер должен владеть энергетикой, должен ее уметь отправить в зал. А этому в институтах не учат. Южно-театральный форум в Сочи будет проходить до 14 марта. Это первые серии форумов, которые Союз театральных деятелей России проведет во всех федеральных округах России в год театра. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах новости Сочи-ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мико Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мико Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok